Несколько лет назад здание по соседству с нами было надстроено на два этажа. Перед началом работ была проведена проверка фундамента и работы по его укреплению, чтобы фундамент смог выдержать возросшую нагрузку в два дополнительных этажа. Я также знаю историю другого здания, которое было возведено на слабом основании. При строительстве стали появляться трещины, но предприниматель предпочел просто замазать их цементом. Немного тут, немного там. Но через какое-то время здание было признано полностью непригодным для проживания. Название моего послания сегодня для вас такое «в защиту честности». Непорочность и праведность, честность и искренность живут во свете. Это то, что не только рекомендуется, но и настоятельно требуется от нас в Слове Божьем. Один известный пастор в Соединенных Штатах сказал на собрании Конгресса следующее. «Я призываю христианских лидеров вести честную жизнь». Финансовое мошенничество, коррупция, двойные стандарты, сексуальные скандалы в церкви и политике серьезно подорвали доверие населения. В нашем мире было достаточно коррумпированных и нечестных лидеров. Нам необходимо отказаться от скрытых грехов и жить в честности. Жить в честности – это рекомендация, данная Богом, которая проходит через всю Библию. Господь обращается к Своему Патриарху, Отцу множества народов, к Аврааму, когда тому было 99 лет. Он сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Очевидно, что в любом возрасте нужно жить честно, день за днем, до последнего вздоха. Бог желает видеть в нашей жизни непорочность, праведность и чистоту, потому что отсутствие порядочности означает двойную жизнь. Я говорю одно, а делаю другое. В личной жизни я один, а в общественной я совсем другой. А честность, в свою очередь, это когда мы согласовываем то, что говорим, и то, что делаем. В первую очередь, нашу честность могут проверить те, кто живет ближе всего к нам. Это наша семья, которую мы не сможем обмануть. В любом случае, Бог видит нас. В Божьем Слове, в послании к римлянам, во второй главе ясно сказано, что у нас есть совесть, нам нужно к ней прислушиваться, и так как мы судим других, так и мы сами будем судимы. Бог воспитывает честность в людях. Вот, например, Он говорит об Иове, как о человеке честном, который боится Бога. Когда Иисус увидел Нафанаила, Он сказал, что это человек, в котором нет лукавства. В первых же словах, сказанных про Нафанаила, Иисус раскрывает честность и чистоту сердца этого юного ученика. Это качество не только желаемое, но, как я уже говорил, оно одно из требуемых Словом Божьим. Вы сами послушайте 14-й псалом. «Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочным». В сотом псалме, шестом стихе, Бог говорит такие слова. «Глаза Мои на верных земли, чтобы они пребывали при Мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить Мне». Иисус упрекал фарисеев, религиозных людей того времени, в том, что их духовное состояние было противоположно честностям. Они жили в лицемерии, которые Иисус осуждал каждый раз. Они говорили одно, но жили по-другому. Бог не желает, чтобы это повторилось в наших жизнях. Он хочет, чтобы мы вели жизнь честную, праведную и чистую. С помощью Святого Духа, имея обновленный разум и новую природу, данную Богом, мы можем жить так, как от нас того требует Слово Божие. Есть один признак, своего рода барометр, который помогает нам жить в честности и дает нам возможность проверять себя. Это наша совесть. Божье Слово говорит нам хранить добрую совесть и хранить наше сердце больше всего хранимого. Добрая совесть означает уметь слушать то, что говорит Дух Святой, живущий в нас. Это чувствительность, возрожденная в нас Святым Духом. Позволяет нам распознавать, насколько то, что мы говорим и делаем, плохо или хорошо. Блэс Паскаль сказал, что совесть – лучшая поучительная книга из всех, которыми мы обладаем. В нее следует заглядывать чаще всего. Апостол Петр следил за своей совестью. Он мог в любой момент сказать, что он жил честно, и совесть его чиста. Ученик Тимофей также сохранил добрую совесть, остался верным, тогда как другие оставили Павла. Жизнь в чистоте может иметь свою цену. Мы знаем, что Иов был испытан самим сатаной по причине его праведности. Также мы помним, как Даниил в Вавилоне выдержал сильное давление из-за своей честности. Его подвергли испытаниям, потому что он был честен. Его осуждали. На него нападали по этой причине. А еще я вспоминаю про Иосифа, который также заплатил цену за свою чистоту и честность. Он бежал от искушения, после чего провел несколько лет в тюрьме. Это было именно потому, что он был чист и честен. Как не вспомнить об Асафе, который сказал, что хорошего в честной жизни, потому что люди, живущие нечестно, живут лучше меня. У меня трудная жизнь. Я стою в Божьих обетованиях. Я хожу в чистоте перед Богом, а у других жизнь лучше. Но вот он входит в освятилище, приближается к Богу и получает ответ. Об этом вы сами можете прочитать в 72-м псалме. Я хочу закончить сегодняшний выпуск такими словами. Да, Бог знает, какое мы испытываем давление. Он знает наши проблемы. Бог видит ваши ситуации, в которых нам приходится делать выбор. Останусь ли я честным? Выдержу ли я это давление? Или я пойду на компромисс с совестью? Буду ли я проводить часть моей жизни вдали от Божьего света, а часть на свету? Лично меня, как пасторам, иногда удивляет, как некоторым христианам удается жить с двойной жизнью. Как они могут поднимать руки в хвале и принимать святое причастие, живя во лжи, в воровстве или обмане. Друзья мои, так жить нельзя. С Богом так играть не получится. Он требует от нас ответственности. Я заканчиваю отрывком из послания к евреям. 10 глава, где сказано, что нам нужно ходить в простоте с искренним сердцем. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, очистив сердца от порочной совести. Знаете, что сегодня кровь Христа очистит вас от всякого греха, если вы принесете покаяние. Если вы попросите Господа о помощи, Он всегда поможет, потому что Он верен своим обещаниям. Да благословит вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!